приветствую вас дорогие мои подписчики и зрители начинаем наш новый влог у меня тут произошла пожалуюсь вам произошла неприятность мне пришлось менять программное обеспечение в своем компьютере и я потеряла почту не потому что я там не знаю свой пароль я его знаю но с этой почты mail.ru какие-то странные вещи стали происходить я не знаю в чем дело они меня снова не пустили то есть я должна была завести свой пароль они мне все пишут пароль неверный пароль слава богу есть еще одна почта но это основная она у меня но я не знаю с нулевых годов и я конечно многое потеряю это обидно потом в литр с не могу войти свой аккаунт лента в общем короче говоря я пребываю в большой печали по поводу утраченных аккаунтов но эта почта мне они не писали что некорректный вход думаю почему некорректный вход произведен некорректный вход какой некорректный если это я вошла в общем короче говоря с этой почте какой-то из-за того что у меня на эту почту были подвязаны еще кое-какие аккаунты вот я осталась ну это такая печалька что делать надо как-то выворачиваться это лишний раз просто доказывает ненадежность и всей этой электронной этого электронного мира до цифрового и обязательно должен быть дубль в виде живой жизни а вот это вот вся виртуальная реальность это очень опасная вещь и мы на самом деле очень сильно от нее зависим и вот это я считаю недопустимо от человека самое главное что я утратила литр с и там у меня было скачано несколько книг я тоже не могу войти мне конечно вот у меня было такое ощущение что там у меня ну я не знаю как это называется профиль не профиль аккаунт не аккаунт циферки какие-то были вот их надо было наверное списать я так и не списала но годами существовало и все было отлично в результате туда и вернуться тоже не могу я завела снова но там у меня были уже скачаны но смысле куплены книги которые я еще не прочитала и рассчитываю на них в общем все это меня расстроила если раздается шум это у нас идет ремонт вы знаете но тут вот из-за этих всех проблем с компьютером у меня была старая версия она не поддерживалась в общем он тормозил все было очень плачевно мне пришлось поменять я поменяла стала работать хорошо но плачевно стало другое вот это вот неизвестно что я опять приблизила и ты не антенна я не знаю вообще что это такое честно говоря возьму морской бинокль посмотрю внимательно вам расскажу кто про что вшивы про баню теперь это я поняла что такое я взяла бинокль морской это какая-то эмблема причем это эмблема по моему вращается очень медленно вот отсюда кажется что это такая галочка как у сбербанка или либо это возможно это никакая не галочка а например часовые стрелки но это не часы а вчера она была другой стороной напоминавший какой-то как будто на ней какой-то материк расположен как будто бы эта сетка из меридианов и параллелей и на ней материк ну посмотрим в общем загадочная вещь она не дает мне покоя ну что ж друзья сегодня очень ясное утро давайте посмотрим на загадочный предмет это эмблема я уже поняла но теперь она еще видите освещается там на ней почему-то выступают разные цвета я уж не знаю почему галочка образуется такая что 10 минут 11 то есть часов 10 минут на этих часах если это часы не меняется она вращается вокруг своей оси и плюс сегодня я усмотрела вот эти цвета зеленый и желтый посмотрим что будет дальше прямо у меня теперь объект наблюдения каждое утро я начинаю с того что рассматриваешь уже такое а главное что если это какая-то эмблема то какая вот видите зеленый с желтым вчера она стояла ко мне в профиль я просто не успела ее снять ну поверьте на слово вот иду пока пешочком по гоглев скому бульвару погода прекрасная солнышко пригревает я в шорт помещу тут картины происходящего собачки бегуны и так далее а здесь вот видимо какое-то мероприятие готовится видите полно стоит палата крытых такие ларьки их будут вот украшать искусственными цветами видимо здесь будет ярмарка или что-то в этом роде я так понимаю судя по этому убранству все будет именно так вот он наш веселый год я по воздвиженке двигаюсь мне надо вообще я иду туда на красную площадь но денек чудесный сегодня для гуляния в самый раз и вот сейчас буквально мне осталось там 500 метров и и вот мы прошли эти 500 метров и оказались в александровском саду в верхнем парке в верхней части вот это памятник патриарху гермогену вот посмотрите на эту зелень свеженькую молоденькую такая красота воздух такой чистый свежий весенний чудо прошли еще несколько сотен метров и оказались на красной площади посмотрите как она выглядит как выглядит гум без всяких катков без всяких ярмарок без каруселей а просто вот так как должен должна выглядеть красная площадь какая здесь красота он народ там стоит я сначала решила чтобы в зале не это они идут в некрополь мы в зале закрыт а вот мы в зарядье посмотрите на эти древние храмы очень хорошо построен парк очень хорошо это прекрасное место сделали респект я очень люблю здесь бывать так прекрасно выглядят видны и стали все храмы на варварке вот сейчас я поднимаюсь на самую высокую точку и оттуда мы посмотрим на московскую красоту молодая зелень это чудесно апрель в этом году невероятный посмотрите колокольни ивана великого самое высокое здание вот мы сверху обозреваем парк зарядье он там далеко высотка на котельнической вот она наша кремлевская стена любимая москва красавица я конечно обожаю обожаю и и смотрите как отсюда красиво выглядит храм василия блаженного здорово на и такая проекция красивая всем привет мои дорогие подписчики и зрители ну что сейчас я направляюсь менять колеса и там зайду пока будут менять колеса я планирую зайти в магазин твой дом я там что-нибудь поснимаю обязательно погода прекрасная сейчас посмотрим сколько градусов машину покажет ну вообще у нас сейчас тепло при тепло 17 вот так вот 15 17 градусов такое солнце яркое и в общем прекрасная погода мне очень нравится я не помню давно такого апреля хотя вот мне кажется в прошлом году тоже апрель был неплохой май был прохладный апрель как-то ранний но посмотрим в общем но пока я очень довольна сейчас 12 градусов машина показывает но сейчас еще нет десяти утра с вами снова я вот я сейчас потихонечку двигаюсь в сторону магазин твой дом машину поставила на смену колес на свете солнышко красота кругом сниму что-нибудь в твоем доме вам интересное ну что вот мы в магазине твой дом начнем с отдела где саженцы очень много саженцев роз разнообразных это картинки ни одной цветущей нет вот пожалуйста смородина это жимолость здесь еще крыжовник есть много живых действительно расцвет таких распустившихся саженцев вот полно рассады цветов там есть не только цветы есть всякие там помидоры перцы капуста вот это вот все пожалуйста все теперь переходим к садовому декору ведь какой бассейн кто хочет пожалуйста много садовой мебели представлена на разные вкусы вот это более такая располагающая к отдыху диванная группа эти тоже такие для беседок скорее чем это не уличная конечно в садовой беседке можно поставить полно буддийских мотивов в украшениях самого разного размера и толка очень много фонтанов тоже большой выбор подставки под цветы они для дома и для улицы вот как эти металлические под ящики чтобы ящики так располагать горизонтально на них и вот те тоже комбинированные с деревянными полочками металлическая основа здесь вот целиком металлические вот это вот этого я не понимаю честно скажу вот этого состаренности этой можно подумать если ты покупаешь новую вещь она у тебя не состарится и у нее не получится естественной потертости естественно ржавчина через несколько лет вот это я не очень люблю львы орлы и куропатки грубовато сделано там всякие олени в голове у них отверстие что-то цветочки сажать на любителя ну теперь из сада переходим к домашнему уюту вот очень хорошие мне понравились пледы хэбэшные действительно у них красивая очень расцветка они приятные на ощупь и разной ширины вот эти самые узкие чем шире тем дороже вот такой вариант еще три расцветки графитовая белые свет серые вот есть с подушечками но немного подушек сундуки посмотрите какие красивые расписные сундуки они прямо притянули мое внимание и вот эти почтовые ящики это просто я их рассматривала стоял около каждого можно сказать они произведение искусства мне очень понравились дорогие но красивые стиль прованс домашние ароматы как теперь их называют интерьерные духи проще говоря диффузор с палочками очень много вариантов на любой кошелек запахи есть приятные есть более резкие но на свой вкус выбираете много и еще один раздел посуда один из моих любимейших здесь вот это для картошки вот эти формы для запекания кастрюли керамические тяжелые тяжелые крышки у них они разного размера принципе крышка тяжелая красивые очень но посуда вот такая из которой мы едим или салатницы пиалы такие красивые я просто от них оторваться не могла ну что ж на этом на сегодня мы заканчиваем наш репортаж спасибо всем за лайки за комментарии за подписку я вам очень очень благодарна до новых субтитров